Прощайте горы, вам видней, с кем были бы в краю далёком. Торжественное мероприятие, состоявшееся 15 февраля, собрало в зале районного дома культуры десятки афганцев и неравнодушных жителей Сергиевского района. Встреча была открыта приветствием заместителя главного инспаритета Сергеем Заполготиным, который отметил, что этот день надёжно запечатлён в сердцах миллионов наших соотечественников. Время, прошедшее со времён той войны, на фоне всех последних событий, которые были за эти 30 лет, локальные войны, военных конфликтов, показывает нам всем о том, что вы первые встретили и стали на пути продвигающемуся международному терроризму и экстремизму, который продвигался к границам нашей страны. Мы гордимся вашим подвигом, который навсегда останется в наших сердцах и в памяти каждого гражданина России. Не обошлось, но и церемонии награждения. Благодарственные письма за большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и вручные пенсии воинам-интернационалистов. Ещё пятеро наших звонков получили благодарственные письма за большой вклад в развитие ветеранского движения на территории Сергиевского района. Мужество и доблесть проявлены при выполнении интернационального долга и в связи с 30-летием вывода войск из Афганистана. Из рук председателя районного собрания представителей Юрия Анацинова он также обратился к присутствующим с приветственной речью. Времень умолимо, годы идут и сегодня уже нет той великой страны, которая послала вас защищать её интересы. Нет Советского Союза, но память живёт острой болью в сердцах тысяч и тысяч наших сограждан. Матерей, отцов, вдов, детей, те, кто не вернулся из далёкого Афганистана. Присутствовали на мероприятии и те, для кого стёрты временные границы, кто по сей день ждёт возвращения своих сыновей, в чьих сердцах память особенно жива матери воинов-интернационалистов. Им вручили цветы, сказали им слова сочувствия и благодарности за воспитанием героев Отечества. Низкий поклон вам за то, что воспитали поистине героев своего Отечества. Доброго вам здоровья на долгие, долгие годы. На этом торжественная церемония не окончилась. В числе последних, в целом, повелись патриоты нынешнего времени, курсанты военно-патриотических клубов муниципалитета. 55 человек были отмечены благодарственными письмами за участие в парадах памяти и развитии патриотического движения на территории района. Мероприятие сопровождалось выступлением сербисских исполнителей. Окончилась речь о возложении цветов у памятника воинам-интернационалистам. Валентина Поликарпова, Александр Жуков. Для информационной службы телеканала «Радуга-3». Валентина Поликарпова, Александр Жуков.